Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня день начинает наша коллега из Пскова Елена Климчук, трейдер и управляющая активами. Елена, приветствую вас! Всем доброе утро! Прекрасного вторника! Очень хочется, чтобы оправдались утренние прогнозы Игоря. Как раз вот по золоту я также намечаю рост. Но вот по нефти довольно-таки спорная ситуация, по евро тоже я вижу рост. Ну и вот многие говорят, что мы здесь приходим говорить не только о жизни, о графиках мало. Но насколько я наблюдаю те недели, которые я понимаю, фактически все спикеры рассказывают о том, какие они будут делать не только сделки, но и прогнозы. И прогнозы в большинстве случаев исправляются. Говорить за жизнь, ну, каждому трейдеру, который был настоящим на торговле, это действительно посвящено некогда. Поэтому давайте мы перейдем к графикам. И я с радостью начну с WCM. Да, отличный план. Мы все. Внимание. Друзья, мы узнаем, куда качнет чашу весов Елена Климчук по WTI. Вниз или вверх. А компьютер, я думаю, забыл уже ссылку свою и просит вас загрузить по новой, да? У меня компьютер, наверное, сегодня ленится после прошлого вторника. Ну, а он что, просит пройти по ссылочке, подгрузить, да? И пройти по ссылке, загрузить расширение. Так, сейчас еще раз. Так, цокаем на экранчик, он станет синеньким и поделится внизу. Вот видим, ваш экран отлично. Отлично. Переходим к WTI, на TradingView. Честно говоря, вот кто бы мне не говорил, скачай какую-нибудь демо-платформу или что-нибудь другое, но мне комфортно пользоваться именно такими моментами, которые я вижу здесь на TradingView. И в настоящий момент, что мы видим по нефти марки WTI, да, действительно, то падение, о котором я говорила в январе, оно должно было произойти к концу мая, началу июня. Вот на удивление, да, оно отработало верхний уровень. Вниз мы продвинулись. И в настоящий момент я сейчас вот больше ожидаю движения к точке на 49,50. Именно сюда должна продвинуться нефть. А на сегодняшний день мы действительно наблюдаем рост, но вот этот вот рост по эффекту клина, да, по эффекту падающего ножа, он как стремление зацепиться именно на отметке в районе 52,53, а далее продвинуться ниже. Я больше вижу вот именно по WTI такое движение. Касаясь отметки на 49,50, будет стремление продвинуться на 54, а далее на 56. Почему? Потому что даже те санкции, про которые сейчас говорят в США о том, что вот одной из санкций будет как раз-таки падение цен на нефть, я считаю, что они окончательно не оправдаются, да. В какой-то момент мы все равно еще вот после 49 продержимся на отметке в районе 56. Ну, а если что-то в мире поменяется, конечно же, как и большинство аналитиков говорит, я придерживаюсь с той точки зрения, что по WTI будет как раз-таки вероятный курс на 56, 58. Именно в этих отметках на лето-осень застрянет нефть. Но вот, однако, по теханализу мы действительно двигаемся вниз, и если мы пробиваем отметку на 49,51, значит, мы еще раз как раз-таки рисуем те точки, которые у нас были в декабре 2018 года. Но, честно говоря, не хотелось бы, потому что это будет уже говорить о каком-то глобальном кризисе. Если мы посмотрим графики евро-доллар. По евро-доллару, как я и говорила, в пятницу в обзоре на своем канале, на своей стене выкладывала график. Действительно, мы движемся вверху так. И что у нас? А, у нас золото открылось, мой любимый инструмент. Сейчас перейдем на евро. Золото всегда впереди планеты всей у меня. Я его обожаю. Вчера у меня был среднесрочный скампинг. Покажу сегодня. Вот. Что у нас происходит по евро-доллару? Ну да, действительно, то, что мы и видим. Как раз-таки мы пробились за трендовую линию. Стремительно движемся к отметке 1.1280. И я более склонна к тому, что пробивая эту линию, нам уже открыта дорога на 1.1300. Но почему это происходит? Потому что, действительно, как Игорь говорил, с утра действительно были такие новости, что и США с Европой связаны, и должно что-то происходить. Вот, ну, давайте немножко отвлекусь. Да, у нас в России ходит такой анекдот про Евросоюз. И многие говорят, что спросите в Евросоюзе, если Россия нападет, что произойдет, да? А произойдет следующее. Вот, Йозефа спрашивают. Йозеф, что будет? Нужно прийти в час через три часа. Хорошо. А дальше что будет? Но Россия нападет через два часа. А зачем тебе приходить в час? Ну, что-то же должно произойти. Вот. Так и тут. Что-то же должно произойти. Евро действительно должно было вырасти на отметку 1.1300, повторить прошлый край от 18 апреля 2019 года, а далее от него оттолкнувшись и как раз коснувшись пересечения на прошлых отметках трендовых линий, вернуться вниз. И следующую отметку, которую мы ожидаем, да, вот повторить как раз вот эту голубую линию на 1.1273 и дальше продвинуться за нее вниз. Конечно, если мы сузим график, мы видим, как красиво рисуется вполне вероятное двойное дно на рост. Но мы не будем предвосхищать события и в то же самое время вот сейчас лучше понаблюдать, что произойдет после отметки на 1.1300, если мы действительно туда вот в ближайшие дни прорвемся. Я еще раз скажу, что я более склонна к тому, что мы отступим вниз, как к сопротивлению, да, даже ближе может быть к отметке на 1.1200, 250, 230, вот. А дальше уже будем двигаться наверх, потому что актив уже на долгое время засел в этих низинах и вполне-вполне пора даже и по теханализу, и по фундаменталу нам разворачиваться наверх. Почему? Мы всегда повторяем даже те событийные факторы, которые происходят в политике, да. В этом отношении, да, в отношении этих пиков был как раз очень хороший политический момент по всплескам, если мы посмотрим, какие события происходили в районе от 5 до 15 января, да, почему же это произошло, что двигало этим ростом. И опять все повторяется, так же, как и по иене, так же, как и по другим активам. Если мы посмотрим по золоту, мы увидим то же самое. Кстати, у меня привезла по золоту отметочка. Я бы сегодня хотела прикупить на падение. Вот как раз-таки в районе этой линии я вот более склонна к тому, что на 1322 вот в этом райончике вполне есть шанс еще раз опуститься и действительно сделать покупку перед ростом на отметку 1336 за тройскую унцию по золоту по графикам на трейдинге. Однако это может вполне не произойти, я к этому спокойно отношусь, почему? Позиции чистенькие, да, если я увижу, что нету падения, я по тенденции просто-напросто буду покупать и буду ожидать движения наверх. А вчера я выкладывала на своей стене в Фейсбуке как раз вот как я брала это движение, да, вот первый вход-закрытие, второй вход-закрытие, то есть на ступенчиках, давайте я пошире растяну, да, то есть я фактически шла ступеньками. Я покупала, продавала, да, потому что видела, что у нас как раз-таки рисуется красная свеча на падении, в этот момент может произойти разворот, мы закрываем позицию, ожидаем, что происходит дальше. Далее также мы на таком рейнже опять покупаем, опять продаем и опять покупаем и опять продаем. Как я сказала, скальпинг в средний срок. Если скальперы делают 20-50 сделок за день, я такое тоже умею делать, то здесь среднестрочное инвестирование по золоту. Я вижу рейнж в район отметки. Если мы будем смотреть по этому графику, да, со средними значениями по Форекс 1345.0, как раз к этому круглому уровню, вот, я считаю, что мы останавливаться не будем, падения не будет, потому что очень уж надолго затянулось это событие. Мы нарисовали красивую техническую фигуру, голова с плечами, если мы действительно ее так сейчас сузим, всем будет видно, реклама выскакивает, но это не самый страшный момент, да, вот. А далее у меня проведена еще одна линия на отметке 1365. Конечно, туда, насколько я чувствую, на сегодняшний день сразу график не пустит, да, сразу цена так высоко не подойдет, вот. Но мы к ней будем стремиться и на отметке 1345 у нас будет отступ в район 1338, насколько я чувствую, да, вот, может быть, даже 1335. Если мы будем точнее, вот у нас проведена отметка, да, 1332, вот сюда вполне вероятен будет пробой, а дальше мы по коррекции, по ступенечкам будем двигаться выше, 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 выше. Вполне реальная цена, 1400 за тройскую унцию по золоту, но согласно фундаменталу, да, большинство, так же, как и я, ждали, что вот пересекая эту отметку и продвигаясь по движению ниже по золоту, да, то есть пробиваясь еще ниже этих минимумов, у нас будет открыта дорога ниже точки 1260-1240 за тройскую унцию, да. Вполне были даже прогнозы на 1220, но фундаментальные события настолько распорядились этим активом, да, этой нестабильностью, что золото стало расти, мы развернулись в своих позициях, где-то, может быть, даже с минимальным убытком у кого это произошло, да, это, ну, 10 баксов потеряло, вот. Вот, но это не страшно за то, сколько я сейчас имею, вот. Самое главное не играть в ждуна, вот, это важнее всего, понимать, что если движение развернулось вверх, если пошел рейндж, а если вот, давайте мы растянем как раз график и вот более подробно расскажу, смотрите, какое поджатие рынка происходило. Рынок поджался, это говорит о многом, это говорит о том, что если рынок поджимается на свечах, на падении и свечи с такими длинными хвостами, значит, что-то будет происходить и происходить не в лучшую сторону. А на Мосбирже как раз-таки на пятницу был вообще очень четкий пробой, если не ошибаюсь, 6 часов вечера, да, то есть в этот же самый район пробила свеча на несколько секунд, и те, кто хотел закупиться, ну, я не знаю, какой-то крупный игрок вошел в этот момент, да, они закупились и сейчас тут на вершинке уже пожинают платы своего труда. Так вот, говоря об этом, да, если мы наблюдаем такое движение, да, как раз, как я говорю, плоскогорье, после него свечи с хвостами всегда будет рост, и начинающие трейдеры всегда могут растянуть график, послушать наши обзоры на ютрейд, послушать о том, что действительно можно делать с графиками, как рассматривать вообще активы. И они очень многому могут научиться и прийти на курс любого из нас, и также воспользоваться услугами тех компаний, которые каждый из нас предлагает. У меня вот, например, Финам и Псковская фондовая компания. Мы с радостью также занимаемся и обучением, и показываем, что можно и пассивно, и активно инвестировать, но главное торговать, но идем дальше, да. Вот, а дальше по золоту, да, начался рейндж, многие ждали, чтобы вершина повторится, озеркалится, отработается, да. Но этого не произошло, и вот лучше, конечно же, мы видим, какие длинные свечи пошли. Лучше было здесь, например, даже закрыться, если у кого-то был момент безубыток или минимальный убыток, и сейчас вы имеете очень хорошую прибыль, нежели чем думать, а вдруг оно опять вернется на отметку 1280. Уже, ребята, к сожалению, не вернется, да, но жалко ваши счета. Вот, а сейчас мы давайте попробуем перейти на второй мой монитор. Я как раз покажу торговую платформу, которую я пользуюсь на срочном рынке. Вот у меня второй мониторчик. Давайте, друзья, мы переходим на второй секретный монитор Елены Кремчук. Так, иногда выбрасываю, бывает. А секреты так просто не получить, это понятно. Да. Рынок с женщинами нередко спорит, но здесь нет такого, что кто-то побеждает, да, наоборот, нужно следовать общим правилам. А видно ли мой второй монитор? Да, Квик, видим хорошо. Да, и у меня тут как раз открыты графики по Распадской, по Золоту, по Йене. Ну, начнем мы как раз-таки с валютных графиков. И серебра графики, Мосбиржа, срочный рынок, такие платформы предлагает компания Финан в Квике. И что мы можем посмотреть по доллару на сегодняшний момент, как я и говорила. Вот, действительно, мы пользуемся всеми инструментами и всеми теми техническими моментами по индикаторам, как на Форекс, можно также настраивать. Мне это безумно нравится, да. Вот, и по доллару к рублю мы на сегодняшний день опять наблюдаем падение курса доллара. Вот, к сожалению, да, всем хотелось, чтобы мы сейчас ушли за этот зеленый прямоугольник, чтобы уже доллар у нас был по 65-600. Вот, однако не отрисовалось. Почему? Если мы смотрим график, а график у нас как раз часовик, большие свечечки у нас будет видно, 60-минутка. Вот, и у нас был нарисован сигнал на закрытие сделки по покупкам. По закрытию рынка никакого сигнала не было, да, то есть не было сигнала того, что мы действительно вот сейчас где-то должны продать. О чем это говорило? О том, что сейчас состоится манипуляция, вот, и о том, что за среднесрочную линию тренда как раз будет стремиться пробиваться актив. Да, я не спорю с тем, что вот мы сейчас вот все ожидаем 67-67-500, да, но вот эти вот торговые манипуляции и фундаментальные факторы, они все равно влияют на то, что рубль старается укрепляться. Рубль старается укрепляться на новостях, рубль старается укрепляться на событиях, которые происходят в России, да, вот говоря, что период инфляции закончился, сейчас начинается стабилизация. Хорошая новость, да, и протолкнули по курсу все вниз. Однако, как обычно, если мы наблюдаем теханализ, да, после такой пробойной глубокой свечи, и я думаю, что она закроется с небольшим хвостом, актив, как обычно, развернется кверху, и мы достигнем вновь отметки 65-500. И к концу недели курс рубля по отношению к доллару будет в районе отметок 65-600, 65-750. Почему? Потому что я вижу, что нижнее облако канала болиджера мы как раз пробили, и актив будет стремиться к возобновлению как раз повторения тех максимумов, которые у нас были на отметке 65-750, да, и 65-500. Если дальше смотреть график, да, то есть его сузить и посмотреть в целом, что же может происходить, мы его также можем двигать, да, вот. Но в то же самое время, вот по масштабному видению этого графика мы больше наблюдаем то, что актив стремится расти. Конечно, он будет касаться трендовую линию, конечно, он будет пробиваться через нее, вот, но доллар, он не должен подать по отношению к рублю. Нормальное соотношение в настоящий момент 68, а, как мы в том говорили, 73, вот. Но искусственное притапливание на фоне событийных факторов, к сожалению, влияет на наши заявки, поэтому я вот после Нового года как раз ушла с этого инструмента и вот полностью перешла на металлы, на валютную пару евро-доллар и действительно абсолютно ни о чем не жалею, хотя раньше это был мой самый любимый актив. Ну, что, смотрим дальше графики. Серебро. По серебру, вот то, что я хотела рассказать в прошлый вторник, да, вот сегодня даже график не обновляла, как у меня линии проведены, к которым мы должны были прийти, так они отрабатываются. На отметку 14,85 мы пробились, падение к отметке на 14,35 не состоялось, вторичное, да, и это и хорошо, но еще раз скажу, что вот тенденция роста по серебру, если мы будем наблюдать график, даже дневочку или часовик, она всегда формирует то направление, которое должно происходить. По золоту, то есть серебро чуть-чуть всегда забегает вперед, и мы должны предвидеть, если мы торгуем этим и другим металлом, развитие событий именно в таком ключе. По серебру в настоящий момент я больше вижу движение на отметку 14,75 как раз-таки на падении к этой точке, вот, а далее мы будем пробиваться выше отметки 14,85 и к линии, которая у меня проведена, на район Петербурга. 15,01, вот в эти места, 15,01, 15,02, то есть в принципе даже те, кто торгует среднесрочными сделками, да, кто занимается вот именно двумя, одной сделкой по покупке и продаже на этой неделе, я больше вижу, что даже покупая сейчас, входя в сделку, мы будем иметь очень хорошее движение, да, только не забываем, что на срочном рынке контракты имеют свою длительность, да, и вот тот контракт, который у меня сейчас обозначен на графике, СВМ-9, он заканчивается у нас 19 июня. И лучше всего открывать сделки уже на том контракте, который будет заканчиваться в сентябре, чтобы с надежностью, если даже цена отклонится от курса, можно было получить свою прибыль в районе 15, да, в районе этой отметочки за унцию по серебру распадскую. Давайте посмотрим по распадской, что мы видим по распадской. По распадской как раз-таки поджатие, про которое я говорила, отзеркаливание крайних точек 141,27, вниз мы ее отзеркалили на падение 133,5, сейчас у нас прорисовывается свеча на падение по этому активу, но в то же самое время мы ниже той точки, на которой она имела минимальное значение, 134 пока не продвинулись на сегодняшний день. Я больше вижу рост по акциям АО Распадская по одной простой причине, потому что, а, теханализ нам показывает направление, да, и, б, очень хорошие причины у шахты Распадская, а это стабильность по всем направлениям, стабильность по продажам, стабильность по отгрузкам, никаких факторов, которые влияют на то, что что-то будет происходить, да, то есть никаких ремонтных работ, никаких внутренних финансовых сборов на настоящий день не наблюдается. Ну, пока в фазе поджатия находимся, да, но, однако, еще раз скажу, вот давайте посмотрим по техничности, да, всегда мы пробиваем максимум, опускаемся вниз, у нас идет боковик, и после этого мы действительно с вами продвигаемся всегда кверху, опять падаем, опять боковик и рост. Следующий рост я все-таки предвижу на отметку, как я и говорю, уже много месяцев, 160-170. Ребята, к концу года мы должны хорошо заработать, а в 2020 году у нас как раз-таки по Распадской выплата дивидендов. Вот, ну, я думаю, что на сегодняшний день все, я останавливаю демонстрацию, если есть какие-либо вопросы, я с радостью отвечу. Спасибо большое, Елена, вам за ваш обзор. Я вижу вопрос, вас ГОСТ-34 хочет потроллить. Как вы думаете, индикаторы это зло? Я бы не сказала, что индикаторы это зло. Индикаторы это как дополнительная оптика. Да, можно стрелять из берданки. Можно быть классным стрелком из берданки, можно быть классным стрелком из лука. Но в то же самое время индикаторы это как возможность чуть-чуть идти тренок, да, как возможность быть еще увереннее в том, что ты выбрал правильное направление, и попадешь именно в своей цели не в бровь, да, а попадешь в глаз. То есть это прямое попадание. И почему, например, я пользуюсь во многих моментах индикаторами Александра Шеренкова? Это выгодно, это здорово. И индикатор торговых сессий, да, мы всегда ориентируемся на азиатскую торговую сессию. Он дает четкие входы, четкие движения. Но пользуясь тем же самым воллинжером, да, пользуясь трендовыми сигналами по открытию и открытию сделок, мы ничего не теряем. Мы только еще раз подтверждаем видение своего направления. И если мы видим, что произошла покупка, значит, рынок в следующий раз будет готовиться уже к продажам. И мы спокойно можем входить в сделку на куплю, покупать и ждать продажу или закрываться в том месте, в котором нам выгодно, согласно правил тайминга графика, который мы применяем к этому. Я больше вижу так индикаторы. Можно без них торговать, можно торговать чистый график. Но, ребята, вы все равно, даже будете на скриншотах чертить свои линии, и это те же самые индикаторы. Вы будете также искать сопротивление и поддержку. То же самое, это те же самые индикаторы, да, только другой подход к теханализу. Поэтому я считаю, что индикаторы – это добро, и они у вас в заблуждении не будут никогда угодить и будут улучшать качество вашей стенки. Поняли, спасибо вам, Елена. Это отличный ответ Алексу, извиняюсь, гостю 34, который, Алекс, безнадежно устарел, как динозавр. Сидит, значит, у себя и вот торгует без индикаторов. Главное, Лена, надо сказать, было Алексу, индикаторы – это стильно. Да, индикаторы – это сильно, это классно, это замечательно. Я думаю, что, может быть, как-нибудь мы с Александром Шейнхолом даже выйдем в пункт фир вдвоем, попробуем поговорить о заявках с индикаторами, и без индикаторов, и действительно о четкости, в виде тех уровней, которые нам необходимы для нашей прибыли. Это самое главное на рынке торгуя внутри дня или внутри периода. Вот Алекс напал на индикатора, теперь получит целую передачу про индикаторы, совместную Елена Климчук и Александра Шейнкова. Очень интересно, и с удовольствием такую передачу организуем. Спасибо, Елена, вам за ваш обзор и ответы на вопросы. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Благодарю, ребят, всем удачной торговли и прекрасной недели. До свидания. Спасибо, до свидания.